Привет зрители! Я обещала показать, как оно в действии. У нас там фоном орут личинки. Но есть нормальные дети, а есть личинки. Так же, как есть нормальные люди, а есть не очень нормальные. У меня тут яйцо вареное, а я хочу сделать салатик. У нас жара, но мне приспичило испечь еды. Так, Алис, свались с этой самой. В общем, вот она вот такая. Тут ножичка. Ну куда ж ты лезешь? Там жарко. Что за кошка? Ёшкин кот. Я, правда, тут на два разломила только. Может, надо было чуть-чуть порезать еще. Эффекта нет. А, оно не встало до конца. Кошка-бармошка. Так, вот теперь оно встало до конца. Кошка вообще как обезьяна лазает, где не надо. Даже там, где кошки обычно не лазают. Так, все, вот оно встало тут как бы. Теперь мы закрепим это. Все, смолола. Смотри, зритель. Мелочь такая, да? О, можно даже сварить яиц, достать желтки, купить гороха замороженного, разморозить и сделать конфеты японские из зеленого горошка и желтков куриных и сахера. Ну, а здесь немножко остается. Ну, как бы на всей любой крышке измельчителя остается. Вот оно. Вполне себе. Маленький такой ролик. Кошка, уберись со стола. Вот, если кто не видит и не верит, это кошка. И она ведь сделала лазает. Короче, вот. Всем спасибо за просмотр. Оно мне обошлось 275 рублей на Вайтберрис, на Азоне. Оно стоило чуть подороже. Когда я обозревала на Вайтберрис, оно было вне наличия. Но есть чуть-чуть повыше, похожие там 5 ножичков. Есть вот такая у нее 3 ножичка. Но чуть подороже может быть. Слушайте, люди, за 275 рублей ручной измельчитель. Это не за полторы с лишним тысячи электрические, которые сдохнут через 2 месяца. Короче говоря, шикарная штука. Можно взять с собой в деревню, на пикник еще куда-то. Электричество не надо. Все вполне отделается. Учитывая, что на измельчитель все равно надо сжать на кнопку и держать эту кнопку. Суть измельчения там только что электричество ждет. Здесь вот особых проблем не нужно. Все можно сделать самой или самому. Все очень быстро и удобно. Пока! Не забудь поставить палец кверху.